Просто давайте затопим лайками данный видеоролик, чтобы разработчики его увидели и сделали этот ивен также бесплатным, чтобы его можно было пройти на халяву. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта текст создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме, стримы кстати проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами Vider и сегодня мы с вами записываем ролик по танечкам онлайн, где будем обсуждать новые скинчики, которые у нас появились в танках. Это соответственно скины новый демоник, почему там у нас два теперь демоника огнемета, вообще даже не спрашивайте меня, я не знаю, но окей, 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 раз разработчики так захотели, значит ребят так у нас нужно. Короче, что, зачем и почему? Много уже мне соответственно сообщений перетело, Вадим, а ты знаешь, что новые скинчики, Вадим, а как эти скинчики получить? А когда они у нас добавятся, когда они у нас соответственно появятся? Потому что вроде как Хэллоуин уже наступил, скинчики мы видим, что они у нас соответственно имеются, но никак их не получить. Видимо, возможно многие просто не смотрели видеоблогик, кто не понимает о каких скинчиках идет речь, вот соответственно у нас есть обычный демоник скин и соответственно вот такой вот замечательный прорисованный демоник скин, который как я понял у нас еще и подсвечивается вот таким вот делом. Ну, вроде как нам показывали там видеоблоги, что он должен подсвечиваться и соответственно такая же шняга у нас есть на Васпика демоник, вот такие вот ручки, но я не знаю, выглядит максимально футуристично, мне очень сильно нравится, очень сильно мне зашел этот скин. Я соответственно буду его получать 100%, но здесь есть, ребята, небольшие, но и небольшие оговорочки. Скины-то у нас соответственно есть, скины-то соответственно у нас уже появились, но есть, как говорится, небольшая загвозточка. Давайте эту загвозточку, ребят, мы с вами поглядим и посмотрим. Есть у нас вот такой вот фрагментик видеоблоги, называется он что-то интересное и просто, ребят, слушаем. К следующей неделе мы готовим для вас кое-что мега интересное. Кто хочет получить коллекцию демоник скинов? Она будет главным призом в готовящемся ивенте, а кроме того, вас ждут танкоины, золотые ящики, ядерная энергия и даже паладин XT. Так, короче, ребята, здесь самая главная, как говорится, новость этого дня. Вот как раз таки этот фрагментик нам только лишь нужен во всем вообще видеоблоге. Здесь у нас показывают справа, вот видите, слева, соответственно, на компьютере у арт-разработчика, арт-рисовальщика, блин, арт-разработчика, да, вроде бы. Короче, арт-отдела какого-то, там просто дерево такое прорисовывает, он рисует и, соответственно, справа есть летающие островки, которые, соответственно, как вы, наверное, понимаете, у нас будут реализованы так же абсолютно, как и танки в космосе. Когда помните, соответственно, на хоппере у нас прыгали с одного места на другое и получалось типа что-то наподобие, типа как новой игры от танков, что-то, что-то, короче, в этом духе у них получилось, где нужно было, соответственно, стрыбать, летать и забирать всякие разные интересные призы, плюшки и финти-плюшки. Но, как вы понимаете, как вы понимаете, наверное, есть одно большое но, и об этом но мы сейчас с вами и поговорим. Так, ну, перед этим я у нас переоденусь на вот это вот устройство, пусть, как говорится, оно у нас будет, защита у меня от этого все дела тоже имеется. И погнали в наш интересный командный бой, будем, как говорится, зарабатывать и проходить уникальные задания. Короче, ребята, как вы, наверное, шарите и понимаете, это все дело у нас будет проходиться опять за энергию, вот, ну, с вероятностью в 99,9% это, соответственно, будет у нас опять энергия, это опять у нас будут, соответственно, острова, по которым нужно будет перепрыгивать. И, как вы, наверное, понимаете, в предыдущий раз у нас произошла такая штука, что, ну, ну, не очень это все дело получилось. Объясню, почему. Не очень это все дело получилось, потому что до конца дошли лишь те люди, кто, соответственно, донатили, кто покупал всякие разные спецпредложения с этой самой энергией. То есть обычные простые работяги, которые у нас на что-то там рассчитывали, и в частности я там говорил, топил, да, блин, я по-любому, пацаны, можно будет допройти, можно это все будет, соответственно, у нас получить вообще без проблем. Нет, в итоге без проблем, это у нас система и дело не получилось, потому что это все у нас штука, ну, не так просто. Короче, ребята, с этой всей системой, с этой штукой все не так просто, как, соответственно, кажется. С одной стороны, вроде как неплохо, да, интересную штуку придумали, вроде с одной стороны тоже у нас можно подфармить себе, как говорится, новые скины, получить их, и плюсом к всему еще там то ли хопера, да, экстичного можно себе будет забабахать. Ну, то есть, на какой-то у нас еще уникальный скин от разработчиков тоже подъезжает. С одной стороны, вроде как неплохо, с одной стороны, а что так лагается? С одной стороны тоже вроде как бы прикольно, но единственное, что меня не устраивает в этой всей теме, что, ребят, скорее всего, эти скинчики у нас можно будет получить только людям, которые, соответственно, опять же будут покупать вот эту самую спецуху, которая, кстати, стоит не очень-таки сильно и дешево. То есть там спецуха на 200 энергии стоило около 20 или 16 тысяч танкоинов, а сумма, как говорится, ребята, ну прям вообще не маленькая, от слова совсем. И получается такая штука и такая тема, что, ну, вроде бы как бы с одной стороны типа как халява присутствует, с другой стороны нифига вы на халяву этот скинчик у нас да и не получите. И, скорее всего, в этом деле у нас будет абсолютно такая же ситуация. Просто какая штука у нас была с скином демоник на огнеметок, кто, ребят, не шарит, кто не понимает. В том плане, как говорится, у нас разработчики замутили просто шикарную вообще штуку, то есть нужно было просто-напросто играть и нужно было зарабатывать звездочки. Там было ограниченное время, вроде бы около двух суток или трех суток, нужно было набрать 600 звездочек, соответственно, занимать первые места и просто-напросто играть. Просто ты играешь и, соответственно, получаешь интересные плюхи, интересные всякие штучки. И это было просто белиссимо-офигениссимо, потому что, ну, каждый мог получить этот скин себе абсолютно бесплатно. При том, что онлайн на тот момент в игре был, я вам скажу, очень и очень приятный, очень хороший. Там, ну, действительно было прям дофигища людей, которые проходили этот ивент. И прикол в том заключается, что потом после этого ивента также было дофигища людей, которые не прошли этот ивент в итоге и не получили этого скинчика и также его хотели. Не знаю, как это произошло, может, ребята у нас просто-напросто не успели, но ажиотаж, соответственно, присутствовал. И будет то-то обидно, если в этом году у нас разработчики сделают такую же штуку, что и с теми, соответственно, планетами, что можно будет пройти это все только исключительно за донейшн. Я, конечно, понимаю, что это возможно, да, какой-то такой, знаете, прикольный, прикольная возможность подзаработать для разработчиков. Это все понятно, это все ясно. Как бы я даже с этим не спорю, ничего, говорит, против не имею. Но, блин, это все-таки же праздник, и на праздник хочется получать все на халяву. И почему бы не замутить такую штуку и такую тему с этим ивентом, так же, как, допустим, у нас было до этого. Для разработчиков, кстати, просто идея вообще сверхгениальная. Вот, смотрите. Есть у нас, допустим, штука, которая будет продаваться у нас также за донат. То есть ребята, которые не хотят, соответственно, проходить и очень много чего набивать, могут просто-напросто себе прикупить эти спецпредложения за донейшн, пройти полностью эту планету и все. Вот. И чтоб существовала еще такая же тема, как у нас была с звездочками. То есть звезды, по факту, по сути, эти было набить, ну, я вам скажу, достаточно сложновато. Прям реально нужно было попотеть, постараться, чтобы действительно зарабатывать всегда первые места, получать эти шесть звездочек, и тебе нужно было в игре проводить просто колоссальное количество времени, чтобы это все, соответственно, зарабатывать. И было бы так же интересно и гениально со стороны разработчиков в этих Хэллоуинских праздниках, когда будет, соответственно, вот это по планетам летающая хрень летать, замутить такую штуку, что есть вариант бесплатно у нас это все дело получить, а есть, допустим, вариантик задонатить и, соответственно, пройти быстро. Но при этом, чтобы бесплатно это получить, хоть чтобы у ребят была возможность замутить там какие-то ивенты, соответственно, просто какие-то задания, ну, недостаточно простые. То есть, ну, я фиг его знает, заработать в день каких-нибудь пять тысяч очков. Допустим, каждый день по пять тысяч очков нужно зарабатывать, чтобы, соответственно, это все дело пройти. Или даже можно больше по десять тысяч очков, в принципе, зарабатывать. И то есть, ребята, которые действительно нацелены на этот скинчик, на эти скины бесплатно на халяву, будут, соответственно, играть плюсом ко всему, появится онлайн в игре, появятся более-менее забалансированные, соответственно, матчмекинговые катки, матчмекинговые битвы, потому что, ну, опять же, ребята будут стараться, чтобы это все дело допройти и получить на халяву. То есть, даже я на своем основном аккаунте буду играть действительно каждый день, чтобы получить это себе все бесплатно. То есть, на донатистских аккаунтах мы с вами по Вырику, по Шурику пролетимся планеты, купим это дело себе и все. На как раз-таки аккаунте, где я не хочу донатить, мы с вами будем проходить это все дело на халяву, зарабатывать. Ну, то есть, я вот хочу, чтобы было так, чтобы была возможность и для таких ребят получить этот скин, и для таких ребят получить, соответственно, этот скинчик. Все-таки это у нас скины. Это не какой-то кризис имбовый, как было у нас с Днем Космонавтики, который портит всем, соответственно, жизнь в битвах. Здесь можно у нас и действительно немножко, как говорится, дать поблажку. Потому что никакой, прямо знаете, никакого игрового процесса здесь у нас решаться не будет. Это только внешний вид. И все. Было бы прикольно, ребята? Просто давайте затопим лайками данный видеоролик, чтобы разработчики его увидели и сделали этот ивент также бесплатным. Чтобы его можно было пройти и на халяву. И за донат, и на халяву. Вот просто. От вас нужна максимальная поддержка. Ладно. На этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И не забывайте вводить тег автора в настройки своего аккаунта. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.